GTA 5, This War of Mine, Minecraft, Terraria и также Soma, все это вы сможете найти на канале Red Cat Games, заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Minecraft без модов, а точнее в новую серию, где сегодня мы будем рассматривать как сделать самый лучший, как сделать самый вкусный новогодний ужин вместе со своей семьей, но только в Minecraft без модов. И сегодня мы будем этим заниматься, но, ребята, перед этим не забываем поставить лайк, ведь каждый лайк для меня очень сильно важен, я даю вам свое слово, что как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же выпущу следующее видео Minecraft, поэтому, ребята, я буду выпускать для вас много видео, но все, что я хотя бы прошу взамен это поставить лайк, не так-то это сложно одну секунду уделить, но это действительно будет мне очень сильно приятно. Также не забываем подписываться на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, я всех вас, кто еще не подписан, приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков, поэтому не ленитесь, подписывайтесь, я действительно буду очень сильно вам благодарен, а мы, ребята, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, сейчас мы будем рассматривать, чем заключается эта команда, нам нужно накрыть новогодний стол, в какой-то степени, можно сказать так, или, в принципе, его разукрасить, чтобы у нас появилось такое новогоднее настроение, хоть Новый год уже прошел, еще раз всех, ребята, с прошедшим, кого я не поздравил. Поэтому сейчас мы будем вспоминать, как же нам круто было, когда мы проводили новогоднюю ночь. Я не знаю, ребята, напишите в комментариях, где вы провели Новый год, потому что мне действительно интересно. Я вот, например, дома провел, то есть я никуда не выходил, я провел дома вместе со своей семьей, если честно, до сих пор мне хоть и 20 лет, но все эти годы я, если честно, всегда проводил с семьей. Я не знаю, если честно, почему, но я всегда дома сидел, всегда новогоднюю ночь проводил с семьей. Поэтому, ребята, вот мы выдали себе командный блок, мы заспанили уже вот эту махину, ссылочка есть в описании на команду, вы можете зайти, скопировать и также её установить. Тут вы можете нажать, дезактивировать команду, то есть выключить, тут нажать и включить её обратно, тут её разрушить, а тут, чтобы вам показалось, какие рецепты вы можете себе сделать. Ну что, ребята, мы идём в наш новогодний дом, он уже весь разукрашен, если вы хотите, я, в принципе, также вам могу скинуть ссылочку на вот этот дом и идём в нашу гостиную или, в принципе, там, где будет проводиться наш ужин. Вот тут он, ребята, будет проводиться, я уже сделал вот такой красивый стол, я уже сделал такие, я не знаю, то ли это стулья, то ли это кресло, что-то в этом роде, но, в принципе, сойдёт. Поэтому, ребята, сейчас мы будем этим всем заниматься. У нас первый рецепт это 16 листвы и 3 красной глины, то есть это, ну, как это сказать, в принципе, венок, да, новогодний такой венок, не венок, прям, ну, венок, вы поняли, а обычный украшающий, то есть давайте поставим, сделаем, крафтится он очень, в принципе, вот так просто и поставим его, допустим, вот сюда. И вот, смотрите-ка, что у нас получается. Такой веночек и посередине у нас есть красненькая свечка, которая, в принципе, горит, и это, если честно, уже выглядит очень даже круто. Приступаем сразу к следующему рецепту, это можно, ну, пускай будет тут, следующий рецепт, что он у нас делает. Следующий рецепт очень, в принципе, простенький, нам нужно взять 2 тарелочки и выкинуть их просто на землю. И вот у нас что получается. Это у нас тарелочки, которые можно поставить на сам стол, то есть, допустим, ставим вот так, и у нас появляется тарелочка. Ставим тут, ставим тут, тут для всей нашей семьи, папы, мамы, дедушки, бабушки, не знаю, если у вас есть сёстры, браты, но у меня, если честно, нету. Поэтому, ребята, у нас тут такая большущая семья, на прям 5, 6, 7, 8, 9 человек, это просто офигеть. Ну, наверное, ещё гости пришли. На этом, ребята, мы закончили подготавливать венки новогодние и также мисочки, то есть, тарелочки наши. Что у нас идёт в следующий черёд, да? Сейчас нам нужно 1 армор стенд и также 1 редстоун и у нас получается итем холдер. То есть, допустим, выкидываем армор стенд и выкидываем 1 редстоун. Вот так, ну, чего? Немного залагало, поэтому всё же. А итем холдер это сделано для того, то есть, держатель какого-то предмета, для того, чтобы мы могли поставить какую-то еду в нашу мисочку. Допустим, мы возьмём, что мы ему поставим? Стейк, да? Один возьмём и нужно спавнить именно там, то есть, у вас этот итем холдер спавится там, где вы стоите. То есть, вы можете поставить его вот сюда, допустим, допустим, ну фиг его знает. Вот, мы его поставили, он заспавился вот тут и сейчас мы можем сюда поставить стейк, да? То есть, вот этот у нас член семьи будет сейчас кушать стейк. Сейчас мы этому поставим кролика, встанем прямо ему в миску и поставим ему, поставим ему кролика. Вот так, в принципе, это всё выглядит. Сейчас этому, может, супчик дадим. Дадим этому супчик, вот так и вот так, да, супчик мы ему дали. Сейчас, что бы ещё? Хлебушек, давайте хлебушек. В принципе, всё нужно попробовать, всем всё нужно дать. Сейчас у нас хлебушек, сюда яблочко, зачарованные, в принципе, это офигеть. Наверное, Дед Мороз пришёл, подарил ему зачарованные яблочко. Сейчас рыбку, этому мы рыбку дадим, вот так, вот. Вот, этому картошечку мы дадим. И что у нас ещё осталось, ребята? Что мы ещё кому можем дать? Ух ты, тыквенный пирог. Очень круто, очень круто. Тыквенный пирог, это поднимем и у нас остался последний человек, что мы ему можем дать. Я не знаю, ребята, давайте вот этот пирог. Хотя нет, этот нет, этот нет, давайте этот оставим и дадим ему морковочку. Давайте морковочку, это у нас будет вегетарианец. Я не знаю кто, но всё же вегетарианец, допустим. Сейчас мы можем ещё поставить один, ну, вот сюда, поставить вот сюда, сюда мы можем взять, поставить, допустим, ну, допустим, вот так, вот так. То есть у нас вот это всё раскидано на столу. Замечательно. Следующий предмет, это у нас корзинка для хлебушка. И выглядит она, если честно, очень прям круто. Выканем на землю 8 палочек и у нас появляется корзиночка для хлеба. Допустим, мы можем поставить одну, ух ты, ни хрена себе, одну вот сюда, одну, ну, допустим, вот это удалим. Я надеюсь, что мы сможем это вот, 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 вот сейчас. И давайте ещё поставим вот сюда, вот так у нас это всё будет круто выглядеть. То есть уже, уже есть такое новогоднее настроение. Что у нас в следующем итеме? То есть что мы можем сейчас скрафтить? Нам нужно 3, 3, 3, 3, где у нас, где у нас, где у нас, 3 стекла, мы выкидываем на землю. И что у нас получается? У нас получается, в принципе, бутылочка с вином. Да, мы можем поставить её, допустим, вот сюда. И, допустим, допустим, куда-то вот сюда. То есть у нас 2 бутылочки с вином. Как видите, действительно, тут есть вино и выглядит оно, если честно, очень даже круто. И последний, это у нас, походу, последний всё-таки предмет, это что у нас? У нас, нам нужно, точнее, сейчас одну палочку и две, давайте возьмём сразу одну палочку, одну палочку и две, 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 две белых шерсти. Вот так мы выкидываем и у нас, смотрите, что получается. Давайте пускай, ну, поставим вот тут. Ух ты, нифига себе. У нас получается свечка. Дай, дай, дай мне ещё поставить. Вот, ещё сюда, ещё. Эй. Вот сюда и ещё вот сюда. И вот, смотрите, ребята, какой у нас красивый новогодний стол уже получился. То есть смотрите, как он круто выглядит. Согласитесь, то, что действительно это очень круто. И, в принципе, это всё без модов, ребята, это только одна команда. И с помощью вот этой команды вы сможете, ну, хотя бы в вашем ванильном мире Майнкрафте сделать вот такой замечательный новогодний стол. И просто сделать вот такое украшение, потому что, мне кажется, действительно разукрасит ваш дом в ванильном Майнкрафте. Это, ребята, на версию 1.9. К сожалению, на версию 1.8 эта команда работать не будет. Она работает только на версию 1.9. На последний снэпшот, это то есть пробные версии Майнкрафта, которые выйдут, надеемся, в этом году. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Ведь я действительно, ребята, очень этого хочу, потому что, как только мы наберём 1200 лайков, я сразу же для вас выпущу новую серию, ребята. От всей души вам говорю, сразу же выпущу новую серию. Поэтому, ребята, если вы хотите её увидеть ещё сегодня, или завтра, или как можно быстрее, ставьте лайки, не поленитесь, это одна секунда. А также подписываемся на мой канал, каждый подписчик для меня как друг. Я всех вас, кто ещё не подписан, всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Я прям реально буду очень сильно рад. Поэтому, ребята, ещё раз всем скажу, всем спасибо за просмотр. Сегодня мы прощаемся, но встретимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.